Фермеры у нас позвали, были очень довольны ей. В чем ее плюс? Знаете, какой рост у люцерна? То есть вот он, она больше метра уже в длину, но не около метра. Ее надо покос. То есть видите, даже уже пошли цветы. Соответственно, то есть почему виница не получалось косить? Шли дожди, сейчас вроде 10 дней обещают, что будут сухих. И надо делать срочно покос, скашивать ее. Потому что посмотрим на третий год, сколько тюков здесь. Сколько тюков здесь, мы здесь вам покажем это дело. Но самое главное, как по осени считают, то есть посчитаем потом, когда скосят, по стогам, сколько здесь получится и сколько получится с места. Это будет все-таки самый лучший показатель. А так, вы сами видите, насколько растение мощное, растет. В этом году его еще не раз не поливали. Ну, хотя, в принципе, шли дожди, это и не надо было. По питанию, как Паша вам уже говорил, сама люцерна себе производит азот. То есть азотом не подкармливают. Единственное, очень важно, это ранней весной не пропустить вредителей, которые люцерны очень любят, типа фетомолмуса. И еще один момент очень важный. Это внесение хотя бы по 300 килограмм аммофоса ежегодно. Потому что люцерна фосфор не производит. И вы ее поставите, тем более, такая люцерна, как джея. Ей надо тем более, потому что у нее вынос будет в два раза больше, потому что урожай, вот как фермер говорит, больше, чем в два раза, чем у его соседей. Поэтому выноса, соответственно, вы срезаете стебель, там фосфор же тоже присутствует. И выноса, соответственно, больше делает по фосфору. Поэтому, если даже вы местную не подкармливаете, хотя и местную тоже желательно, то здесь аммофос желательно давать по 300 килограмм на гектар. Лучше, конечно, вносить осенью. Ну, если не внести осенью, после того, как с костю, можете внести. Это не проблема. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok